Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Тяжелая ситуация с девушкой, подскажите, как себя вести, чтобы сохранить отношения? Ну, здесь мне сразу, наверное, хочется сказать, что в отношениях учатся от оба человека, если один человек в отношениях не учатся, вот если он не заинтересован, то, наверное, отношения не сохранить никак. В определенном случае это просто будет история, в которой один человек тащит на себе другого. Если вы так хотите, ваше право. Дальше. Очень нужен совет, как мне поступить и вести себя в нынешних отношениях с девушкой. Советов психологи не дают, Максим, поэтому насчет советов не уверен. Мне 30 и 23 года, разница в возрасте 7 лет. Она достаточно еще молода и, скорее всего, ведет себя во многом по-детски. Вы уже достаточно взрослая и зрелая личность. У нее есть ребенок, которому 5 лет. Сейчас у нее год развод с бывшим мужем, которым она была в браке 6 лет. С 17 лет, получается, она в браке. Как это, я немного не понял. Но, насколько я знаю, в России нельзя выходить замуж до 18 лет. То есть, она, получается, не русская или как? Просто я к чему? Я к тому, что если она не русская, то тут нужно принимать во внимание особенности ее культуры и нации. Значит, сейчас часто видится с ним. Кстати, по словам, брак был тяжелый для нее. Это если верить ее словам, почему я так пишу про недоверие, я напишу «Дала». Ну, вообще, тяжелый брак в 17 лет, это, в принципе, нормально. И это уже, на мой взгляд, немного настораживает. Мы с ним в отношениях 5 месяцев. А что между вами общего? Какой базис, фундамент отношений вы выстраиваете? На чем вы выстраиваете фундамент отношений? Потому что, как я понял, несмотря на то, что вы вроде как старше и вроде как вы зрелая личность, но на мой взгляд, мне так показалось, по крайней мере, что вы ведете себя не очень по взрослому, в частности, ревность, которую вы берете за аксиому, по сути. Не видя в этом проблемы. Так какой же у вас фундамент отношений? Гендерный, когда взаимодействуют только мужчина и женщина, мужское и женское начало в людях. Партнерское, когда у людей есть какая-то определенная цель, и они к ней идут. Или дружеское, когда у людей есть общий интерес, и они, по этим интересам, устраивают свое взаимодействие. За этот короткий период я смог полюбить ее, и вначале она вроде даже отвечала взаимностью. Ну, давайте уточним, что это значит полюбить, что вы вкладываете в любовь. А вначале она отвечала взаимностью, и говорила, что любит меня, и была тепла со мной. Ну, опять же, вы говорите, что на физический комбакт она не шла, что говорит о том, что, ну, у нее есть трудность с гендерным взаимодействием. И ее теплота, ее ласковость, конечно, скорее всего, обусловлена чем-то у нее, да, я не буду габать, ну, чем-то своим, чем-то ее. Но суть в том, что человек, который разводится, да, после шести лет, и, собственно, является родителем, меньше всего хочет, наверное, какого-то вот такого гендерного взаимодействия в серьезном русле. Вот. У меня просто к вам вопрос все тот же, пока. Какая у вас база для отношений? Фундамент какой? Дальше. Значит, она не шла, на встречу физический комбакт не шла. Так, а что это были за отношения? Получается, это были отношения на расстоянии только? Но это уже к вам вопрос, что вы находитесь в отношениях на расстоянии, хотя сами говорите, что живете в одном городе в 15 минутах на авто, и, тем не менее, вы соглашаетесь на отношения на расстоянии. Это такая страсть влюбленности к девушке? Или это следствие вашего опыта негативного, что вы больше ориентируетесь на дистанционное общение? Я ссылался на ее тяжелое прошлое, короткий срок отношений, я не особо обращал на это ее поведение. То есть вы, грубо говоря, невнимательны к себе. Человек вам транслирует определенные сигналы, вы их пропускаете. Ну, это вот невнимательность к себе. Чем она связана? С обесцениванием? С недоверием к себе? С увлеченностью? Старался всячески поддерживать, заботился, радовался подарком и на расстоянии перевозил деньги, чтобы она сходила себе, купила что-нибудь и подняла настроение. Все, что мог находясь на расстоянии, хотя мы с ней живем в одном городе в 15 минутах езды на авто. Ну, вот это помимо того, что это вызывает вопросы, вы ее, по сути, задаривали. По сути, вы покупали ее любовь. По сути, вы занимались спасительством ее. А спаситель хорош, когда он как бы насыщает человека, но насыщившийся человек к спасителю относится негативно. Потому что спаситель душит. То есть ваше действие. Ну, деструктивный момент в том, что вас спасите, кроме гендерного взаимодействия и желания ее одарить, спасти, больше ничего нет. Ну, судя по всему. В последний месяц все стало вообще плохо, она ничего не делает для наших отношений, для меня тоже, даже самое простое. Вот одна из ситуаций. Но ситуации зачистоять я не буду, поскольку это выглядит как жалоба. Вот. Просто зачем, если вы активны и так, если вы сами все делаете, если вы не отстаиваете свои интересы, если вы показываете ей, что она для вас самая ценная и дорогая, зачем? Зачем я что-то делаю? Опять же, человек в разводе, это человек не в ресурсе, это человек, который переживает травму. Зачем я что-то делаю? Зачем я напрягаться? А когда вы описывали эту ситуацию, и она себя проявила, как вы отреагировали? То есть, как вы отреагировали? На это. Она полностью отстранилась от меня, больше не говорит о чувствах, о планах на будущее, пропала всяческое тепло в общении, всяческое переживание за меня, на мою люблю отвечаю, связную, когда пытаюсь выиграть, что не так, она агрессирует на меня, может спокойно послать подальше, все время ставит на меня в рамки, но и с другими мужчинами общается нормально, спокойно может обращаться к ним ласково, всегда находит время для других, в отличие от меня, так как раз я пытаюсь встретиться с ней, она говорит, не может, занято или не хочет. Вы демонстрируете здесь позицию придумал, то есть, вы заняли такую вот жертвенную позицию, я бы так это сказал, это именно вот позиция жертвы у вас здесь, и позиция человека, который, ну, к сожалению, себя не ценит, к сожалению, в большом, вот. Это проблема, на самом деле, довольно серьезная, вот, и по большому счету, проблема лишних границ, вот. Проблема того, что, то, как она относится к вам, является следствием глубинного вашего отношения к себе, которое вы пытаетесь переломить, доказав ей или завоевав ее внимание. Так это не работает. Очевидно, что вы решаете здесь свою психоэмоциональную проблему. Дальше. Когда я говорю, что буду с ней общаться так же, как она со мной, она говорит, что да, мы вообще общаться не будем никак. И это правда. Это правда. Это правда. Своим вниманием вы себя полностью обесценили. Человек, ну, просто чувствует, что вы в любом случае будете с ней все. Вначале мы видели с ней один-два раза в неделю, на пару минут в час, видим с ней один раз в месяц, на пять минут она убегает, соответственно, нет возможности провести нормальное время. Время места нет физического контакта, секса не было, даже нормального поцелуя не было. Так а были ли вообще отношения тогда? Вот. То есть, как бы, насколько вы реального этого человека воспринимаете, а не то, что придумали себе ввиду ее каких-то проявлений внимания и планов на будущее, это похоже на идеализацию очень сильно. Как и без злович, она находит время для других. Ну, тех, кто себя менее обесценивает, возможно. Она сейчас начала много пить и как-то от Нази набрала, сказала, что за другого парняка, которым у нее есть чувства, и они у нее взаимные, но с ним она быть не хочет, так как он сейчас в местах не столь отдаленных и будет там еще пару лет, он человек богатый, постоянно шлет ей подарки и цветы, на 31-е сделала ей предложение, она мне сказала, что отказалась, но кольцо его носит, так как просто оно нравится ей. Опять же, это выглядит как, знаете, как вызов такой, это выглядит как проверка вас, она ведется ей как ребенок, который проверяет границы дозволенного, а вы ей пасите, то все позволяете, только угрозы пустые, пустые, да, пустые. Ну и ко мне, у нее есть тоже чувство, она любая, это не назвать, что-то больше чем 5, это нормально, после развода, тем более, такого брака дочувствия там далековато. У нее слова, что связаны со мной, всегда идут в разрез ее действий, почему я писал вещи, потому что я не доверяю ее словам. Вам не нужно доверять каким-то словам и каким-то действиям, вам нужно доверять себе и своим откликам на внешние сигналы. Большая проблема, то, что вы не обращали внимания на ее поведение вначале и оправдывали ее. Это куда большая проблема. Сегодня мы с ней поговорили по телефону, она отвечала на следствия других парней, знаю, что я сейчас на связи, все сущие. Опять же, это провокация, это проверка границ дозволенной. У нее ребенок, пасыть, детское такое, детское такое поведение. Так, она знает, что я человек ревнивый, вот вы, говоря о том, что вы ревнивый, по сути, вы даете это за акциум. После, когда она начала спрашивать, мол, что это было, она говорит, что это все шутки, на разговоре был вопрос к ней, парень спрашивает, мол, что ей не хватает, хватило, есть ребенок, есть, работе, она сама добавляет, что бывший муж у нее, бывший муж у нее тоже есть, меня даже не упомянуло. Повторюсь, повторюсь, вы заняли такую позицию. Все для тебя, все для тебя, это позиция, к сожалению, человека не крат, потому что она делается из сверхважности другого человека. Когда другой человек становится сверхважным, сам человек становится, становится сверхневажным. Мне сказалось, что им не нужно знать обо мне ничего, я ей сказал, что она меня этим поведением сильно отдалкивает, на что она ответил, что знает, чтобы садить меня не боится, так как уже свое он боялся в бывших отношениях и с танцами, то нам она убирать не планировала. Ну, по крайней мере, честно, человек говорит честно, по крайней мере. Опять же, вам бы времени побольше, чтобы она из развода вышла, время какое-то прошло. Вам бы как друзья пообщаться, понимаете? Вот. То есть, проблема в том, что вы хотите с ней семью построить. Вот. Как вы говорите, она только из семьи, а ей сейчас не семью надо строить. Ей сейчас не жить учиться. А вы через семью, вероятно, решаете проблемы своей недостаточности. Вот. Ну, что происходит в последнее время, меня очень сильно подрывало. Подскажите, как мы действовали, чтобы гнуть тепло и желание быть самараром и братом с самыми зенами. Никак, если у человека, если человек, если человек этого не хочет, да, то никак вы не доставите его это делать. Вот. Если человек этого не хочет, то совершенно вы не сможете ничего изменить в поведении, я бы только сделал такой вот небольшой акцент именно на том, как ей было бы комфортно с вами общаться. Вот. И чтобы вам было комфортно общаться. Это именно вот какая-то такая дружеская дружеская, возможно, история. Вот. Естественно, без финансовых вливаний таких, без ожиданий. Вот. Просто поддержка контакта с ней. Вот. На этом контакте, на чем-то общем с вами что-то может появиться. Когда она почувствует, что вы на нее не давите, когда вы почувствуете, что помимо нее есть еще другие девушки. Вот. И когда она тоже это увидит. Вот. Там что-то может быть. Просто я же не понимаю, как себя вести, а это нормально, потому что здесь не все зависит от вас. Если я закончу все, я знаю, я ее потеряю, так как она не захочет вернуться ко мне, а я уже не смогу потом восстановить все. А вы потеряете ли вы человека, который не захочет вернуться? Вот. То есть вы держите за того, кто вами не дрожит. совершенно очевидно, что это сейчас просто баланс для вашего психоэмоционального состояния, чтобы вы к ней не чувствовали. Но она нужно отпустить, потому что вы в напряжении. Будучи в напряжении, будучи ее в напряжении, ни одни отношения не построят. Нормально. Ну, по-здоровому. Вот. Поэтому вам ее нужно отпустить, как вы говорите, вам ее нужно потерять, хотя она вам никогда не принадлежала. Это вам с ревностью говорит. Вот. Поработать с ревностью, с вашими внутренними противоречиями, которые у вас есть, проблемами. Вот. Со спасительством. Вот. Тут треугольник Карпмана я бы рекомендовал изучить. Вот. И выстраивать отношения несколько иначе. По-другому. С четкими личными границами. Да. Но вот с обратной связью, с принятием собственных решений, с опорой на себя, не на нее. И так далее. Вот такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи. Удачи вам. Обращайтесь за помощью.